Всем привет! Сегодня 20 июля, Московская область, и у нас по-прежнему холодно. Днём плюс 15, плюс 18, это максимум, и то не ощущается. Ночью плюс 6, плюс 9 градусов. Каждый день ветер, каждый день дождь. Вот такое у нас прекрасное лето. Сегодня с утра вышло солнышко, но МЧС уже прислал смс, что через пару часиков будет ветер, жуткие, гроза и дождь. Поэтому до такой прекрасной погоды я вам хочу снять свои теплицы, и что растёт в них и возле них. Здесь на шпалере горошек. Это сорт орегонский гигант. Действительно он гигант. Смотрите, какие громадные стручки. Очень большие. И здесь должно быть по 10-12 горошин. Но он ещё не поспел, я его не пробовала. Попробую, расскажу. Массово цветёт уже потихоньку-потихоньку. Скоро будет и урожай. Через, наверное, дней 5 буду снимать первые стручки. Это орегонский гигант. Растёт возле теплицы. Здесь тоже возле теплицы шпалера. Это сорт капуцинос. Тоже массово цветёт. И вот для сравнения вам стручок капуцинос. Это такой стандартный размер. Есть разница, конечно, очень большая. Тоже ещё не пробовала. Они там ещё, если на солнышке видно, прям молочные. Но тоже, я думаю, дня 4, а может быть 5. И он будет уже готов. Буду снимать первый урожай. Здесь у меня возле теплицы также петуньи выращивала из семян сама. Не успевает она бедно раскрыть цветочек. Сразу её заливает дождём. И всё это превращается, знаете, в такую кашу. Постоянно, постоянно обрываю цветы. Не успевает цвести, набирать цвет. Ну, растёт потихоньку. Что поделаешь. Ну, это моя маленькая теплица стеклянная, где растут перцы и огурцы. Итак, перцы. Сегодня снимаю урожай массовый. Конечно, до этого я рвала перец. Я сейчас делаю закрутки, использую перец. Но сегодня массово решила снять весь урожай, потому что слабо зреют, слабо окрашивается перец. Я никогда не снимаю перец зелёным, чтобы он там у меня дозаривался. То есть, вот в таком виде я не люблю перцы. Они, мне кажется, и не набирают ту сладость и тот вкус, который они должны иметь. Если перец красный, могу ещё сорвать вот в таком виде, когда он уже, знаете, вот такой прям, если он красный, так, чтобы прям хорошо коричневый был. Вот. Это сорт Леся. Я уже его, конечно, попробовала, делала закрутки. Понравился мне этот перец. Мне написали, как-то зритель написал, что жестковатый перец. Да, действительно, у него очень жёсткая стеночка и сама кожица, но он в это же время очень мясистый и очень-очень сочный. Я думаю, что этот перец идеально подойдёт для фаршировки. Я ещё не пробовала. Вот, нарвала урожай. Буду фаршировать, попробую. Для салата не пойдёт. Всё-таки он жестковатый. Я с этим согласна. Дальше у меня сорт Сараксари. Он такой и должен быть, как на картинке. Всё как на картинке. У него бачок такой один загорелый, а так он такой жёлто-оранжевый с бачком. Разный, видите, он как-то и кубовидный попадается, и более такой заострённый. Прямо вот по форме он весь разный. Но цвет у него один. И растёт он интересно. Верхушка, видите, вверх. Вот. Как свечки растёт. Этот сорт, к сожалению, я не могу вспомнить, что это у меня за сорт. Надо будет по тетрадке посмотреть. У меня подписано всё. Это у меня форамира. Ну, почему-то как-то он у меня не сильно уже такой длинный. Но вот он на ладошку вырос. Но это самые первые плоды я сняла, ещё не снимала. Вот. Так растёт леся. Здесь я плод оставила. Пускай ещё с недельку повисит. Это я буду брать семена. И дальше у меня тоже леся там посаженная. Тоже там оставила на семена перцы. Чтобы они хорошо набрали цвет. Это у меня перец айварский. Тоже, видите, он среднеспелый. Только начинает, начинает вот коричневеть. Красного цвета будет. Эти перцы айварские у меня посажены специально. только для запекания на костре и последующей заморозки. Ну, такой будет овощной сорти с костра и в заморозку. Так. Дальше у меня что? Это перец у меня. Сейчас вспомнить бы. Так. Это перчик маркони. Вот. Он жёлтый. Сейчас покажу. Вот он начинает жёлтеть. Срывать пока не буду. Слишком зеленоватый. Пускай ещё повисит. Это перец питон. Вот такой. Будет он красный. Тонкокожий. Попробовала я его уже. Довольно-таки пахучий такой. Весь такой тоненький. Мало семян. Я специально его посадила для паприки. Этот перец для паприки идеален. Дальше. Здесь у меня сорт Alma Paprika. Вот такого цвета будет. Ну, вообще-то красный. Он по картинке идёт красный. Вот он только начинает оранжеветь. Это тоже перец специально посажен для паприки. Вот так он выглядит. Это яблочный спас перец для фаршировки, для консервирования. Идеальный, толстостенный, сочный, вкусный. Дальше у меня там Ramiro. Вот я сорвала зелёненький ещё. Вот Ramiro красный. Это у меня Гиганта Росса. Ну, в общем, по сортам, по отзывам, что понравилось, что не понравилось, это у меня будет отдельное видео. А сегодня просто массово снимаю урожай. Хотела ещё сказать. Вот есть такой у меня базилик. Он называется карамельный, зелёный. Он такой, лист узкий, маленький. Это просто восхитительный вкус. Аромат. Это что-то нереальное. Так и называется базилик карамельный. Вот у меня он высажен. Я оставила уже на семена. Буду собирать обязательно восхитительный аромат и вкус, куда бы вы его не добавили. Замечательный. Это просто что-то нереальное. Я даже, хочу вам сказать, я даже добавила его в пастилу. Попробовала. Сделала пастилу из крыжовника и добавила карамельный базилик. Вкус очень оригинальный. Это просто очень вкусно, в общем. Так, с огурцами. Смотрите, я здесь с ними вообще поработала. Полностью грядка у меня была в огурцах. Всё это я вырвала, потому что лист вот начал желтеть, сохнуть. И я решила, что не буду я разводить никакие здесь болячки. Вырву это всё. Оставлю вот для еды три куста. Только для еды, потому что закрутки я уже, в принципе, огурцы накрутила. Но ещё, я думаю, что баночек, наверное, с десяток мне нужно. Огурцы я много кручу, потому что мы их любим. Вот. И, ну, это я уже буду докручивать, я надеюсь, с этих. И здесь рассада, видите, высадила. Свеженькие огурчики. Вот растут. А здесь не стала выращивать рассаду. Решила так, семенами выращу. Вот, видите, уже всходят. Вот они, семена. Вот, вот. Ну, так как ночи холодные, и днём-то не очень-то жарко, поэтому накрыла плёнкой, чтобы побыстрее они у меня взошли. И они молодцы. Начали так хорошо всходить. Вот. Где-то по два посела, где-то там вон три вылезло. Сейчас приоткрою, пускай, а то солнышко светит жарковато. Вот. Я думаю, на осень у меня здесь будут уже огурцы. А там чисто вот для еды оставила, чтобы салаты делать. Здесь у меня под клеёнкой начеренкованная лаванда. Это уже вторая партия лаванды. Первую партию, когда черенковала, я снимала видео. Можно зайти посмотреть. А это уже вторая партия, так можно сказать. Уже раздала её. Вот осталось два растения. Придживаемость у меня была процентов, наверное, 60. Вот. Вот видите, это черенки. Вот череночек отрезанный. И вот пошёл стебелёк лаванды. Это два растения в остатке. И здесь у меня тоже это, грубо говоря, на заказ. Так, здесь базилик хотела показать. Вот жрёт его гусеница. Нужно что-то решать с этой гусеницей. Это лимонный. Тоже довольно-таки вкусный базилик. Вот лимонный. Вот так выглядит у меня огуречно-перечная теплица. Так, ну что уходу? Какой у меня уход? Поливаю тёплой водой. Вот видите, это вода только для огурцов. Потому что перцы могу позволить себе полить холодные, а огурцы, конечно же, нет. Тем более такие маленькие. И замачиваю каждый раз траву. То есть делаю травяное удобрение. Настаивается дня 3-4 и поливаю. И перцы поливаю, и огурцы поливаю. В общем, в каждый полив огурцы я точно поливаю зелёным удобрением. Только трава сброженная. Всё. И сегодня я ещё хочу полить перцы. Гуматом калия. Так как у меня массовый сбор сегодня урожая. Вот он. Так. Ну, пойдёмте теперь в томатную. Здесь у меня вот тоже цветы. Видите, это черенковала я пеларгонию. Тоже дождь, но не даёт свистеть там вообще. Всё замокают, все соцветия. Здесь тоже вот петуния. Еле-еле. Это у меня сорт. Сейчас скажу, по-моему, альфа называется. А, нет. Называется Афила. Сорт Афила. Вот у него вместо листиков практически нет листвы. А вот такие усики. Очень интересный сорт. Тоже уже образуют стручки. Вот они. Их прям, знаете, кажется, вот так через камеру смотрю, что нет стручков. А среди зелени-то их просто плохо видно. Вот. Стручки тоже ещё не пробовала. Не знаю. Они высокорослые. Смотрите, метр двадцать. Полтора примерно вырастает. Ну, на шпалере. Хотя вот по описанию говорится, что ему и шпалера не нужна. Якобы он этими усиками и держится. Но пока растёт так. Здесь у меня тоже питунья. Весёлые ребята. Георгинки однолетние. А здесь, смотрите, как красиво растёт фиолетовый горошек. И вот сразу и видно, собственно говоря. Вот такие красивые плоды. Пурпурные. Тоже ещё не пробовала. Видите, только начинает наливаться. Небольшой. Небольшая лопатка у него. Очень красиво смотрится. Цветёт очень красиво. Видно его, конечно, издалека. Тоже очень высокорослое растение. Больше двух метров. Смотрите. Вот. И к теплице. Три метра. И вот он ещё. Ещё немножко. И до козырька теплицу точно достанет. Так. Ну и всё. Это у меня вход в теплицу томатную. Растут здесь высокорослые томаты. А так. Сейчас вам снизу немножко покажу. Вот они. Красавцы. Листву на днях всё убирала. Дня 4 назад. Низ весь оборвала. Вот. Тоже в конце сезона делаю полный обзор по томатам. Что понравилось, что не понравилось. Так. Сейчас вкратце вам покажу. Вот, допустим, томат. Это чёрный ананас понравился. Уже завязала ленточку красную. Это у меня с этих, значит, будет сбор семян. Снимаю семена. Мне не важно, это первая кисть или вторая кисть. Если мне на первой кисти и на второй не нравятся томаты, они, допустим, мелковатые или сама форма не подходит под описание селекционера, поэтому я отсюда никак не возьму. Вот понравился мне этот томат. Он крупный. Я знаю, что он полностью соответствует плод внешнему сорту этому. Поэтому здесь я и поставила заметку, что я с него буду брать семена. Вот, допустим, сорт. Это Дьявол Джерси. Очень крупный томат. Смотрите, он прям как свеча. Больше кисти моей руки. Не пробовала ещё, но заметку поставила. Посмотрим. Понравится, значит, соберу семена. Этот томат у огородника покупала. Называется Оэ Сью. Вот такое сложное название буквами просто. Не понравился по вкусу. Цвет, конечно, красивый. Сейчас я покажу. Вот. Вот так он выглядит. Это уже зрелый. Немножко трескается. Красивые плечки у него. Здесь у него верхушка оранжевая такая красная. Красивая. Ну, ничего такого, знаете, особенного. Поэтому нет. Это чёрное сердце Бреда. Тоже очень крупноплодный томат. Тоже мне здесь заметка на сбор семян. Понравился. Поэтому я с него буду собирать семена. Это такой красно-чёрно-зелёный томат. Мясистый с салатного направления. Это у меня сорт Сан Марцана. Покупала специально только для сушки. То есть для вяления томатов в этом году. Понравился он мне внешне пока. Потому что, конечно, я его ещё не пробовала. Он ближе относится не к средним даже, а, наверное, чуть к поздним спелым томатам. Это сорт Загадка природы. Тоже сделала ленточку. Но семян, честно сказать, у меня очень много с прошлого года. Это сорт Полосатый шоколад. Или шоколад полосатый. Тоже понравился мне этот сорт. Внешне очень эффектный. И очень вкусный. Мясистый. Понравился. Это мой самый-самый любимый томат. Это Южный Загар. Тоже, видите, начинает спеть. Приобретать уже свою окраску оранжевую. Вот так он выглядит. В этом году я скажу, что не очень он у меня урожайный. Вот тоже Южный Загар. Урожайность в этом году средняя. Вот дальше были потерянные кисти. То есть цвет был потерян. Вот в этом году как-то так. Это, видите, я обрывала листву нижнюю. Некоторые томаты у меня падали. Так, это Южный Загар. Это у него просто листва такая поникшая. Здесь у меня сорт Малахитовая шкатулка. Вот. Зреет. Это уже поспевшие томаты. Буду сегодня тоже снимать. Отличный сорт. Мне нравится, конечно, единственный недостаток, что он трескается. Потому что кожица у него тонкая, у этого сорта. Замечательный сорт. Очень урожайный. Вот здесь все, что кисти были, все уже собраны и съедены. Великолепный сорт. Мне он очень понравился. Мне этот сорт рекомендовали зрители к моему видео прошлогоднему о сортах томатов. Так, дальше. Это я вам прям вкратце рассказываю. Потому что я же в конце года всегда делаю отдельное видео по сортам. Я их разрезаю и так далее. Это сладкий касади. Вот такой он. Вот такие у него кисточки. Здесь уже было много. Вся кисть была заполнена вот таким образом. Это я снимала. Мы ели. Не понравился мне этот сорт. Вот так он выглядит. Внешне он симпатичный. Такой красный. С золотыми такими полосочками. По вкусу он мне не понравился. Его есть. Он невкусный, если свежим. Только если в закрутку. Но в закрутку он мне не нужен. Поэтому сажать я его не буду в следующем году. Это сорт Чудо Земли. Неплохой сорт. Розово-плодный у меня. Знаете, что хочу сказать. Теплицу я этим сортом занимать больше не буду. Я сделала пометки, чтобы собрать семена с нескольких плодов. Если я его и буду сажать только в открытом грунте. Потому что он очень низкорослый. Сантиметров, наверное, он 50. 60, наверное, максимум. Ну, наверное, 60. И занимать низкорослыми томатами теплицу я больше не буду. Это Костолупа де Парма. Интересный внешний томат. Мне понравился. Очень красивый. Такой рифленый. По вкусу, знаете, как хочу сказать. Что если кто-то не любит такой насыщенный томатный вкус. С кислинкой, с хорошей томатной. Вот этот томат подойдет этому человеку. Он такой более нейтральный у него вкус. Мясистый. Слабо-слабо выраженная томатная кислинка. То есть, немножечко, я могу даже сказать, он пресноватый. Но тоже довольно-таки вкусный. Ели мы пока его только свежим. То есть, я его не закручивала. Вот этот же сорт Костолупа де Парма. Видите, не все томаты дают такую яркую рифленность. То есть, видите, более сглажен томат. Этот вообще ровный практически. А дальше уже тоже рифленый. Здесь рифленый. Томат очень урожайный. При условии, что у меня в этом году кисти потеряны. Вот так вот он. Видите, до самого верха он завязывает. Урожайность хорошая. Но вкус, я тоже говорю, что неплохой. Видите, ниточку подцепила там, где очень хорошо выраженная рифленность и самые крупные томаты. Так, дальше у меня сорт. Это тоже Малахитова шкатулка. Здесь у меня тоже Малахитова шкатулка. Здесь все голо, потому что здесь все снято. Мы едим его свежим. И просто я, знаете, им в восхищении, честно вам скажу. Это тоже вот Малахитова шкатулка. Тоже уже спелый. Сначала было мне непривычно, потому что он зеленый. И думала, когда же его снимать. Это сорт Янтарь Коктебеля. Вот такой он. Ярко-ярко, желтого цвета, красивого. Неплохой томат. В прошлом году я его высаживала. Делала о нем отзыв. Тоже вот Янтарь Коктебеля. Вот такие томатики хорошие. Хорошо подходят соки делать. Очень красивые. Так, здесь у меня также растет мой любимец. Это Сержант Пепперс. Смотрите. Вот такие сердцевидные у него томаты с фиолетовыми плечиками. И здесь у него верхушка получается розово-малиновая. Очень красивый томат. Вот я сейчас покажу. Вот. В принципе, это уже спелый его вид. Вот такой. Вкусный. Как и все сердцевидные, наверное. Стебель очень тонкий. Как и у сердцевидных. Замечательный томат. Вырастает очень высокий. Не знаю, здесь уже, наверное, метра два с половиной. Смотрите, уперся в пик практически теплицы. И дальше он полозет. Урожайный. Ну, не сказать, что прям завались. Но он очень урожайный. Крупный. Довольно-таки. Понравился этот сорт. Буду в следующем году обязательно его сажать, высаживать. Вот уже прицепила ниточки. Самые красивые плоды. Прям я в восхищении от этого сорта. Это ирландский ликер. Тоже мне советовали зрители посадить из зеленоплодных. Очень мне понравилось. Смотрите, у него колоссальная завязываемость. Просто плодовитый. Вот. Это тоже он. Смотрите. От низа. Это уже собранный внизу. И он пошел, 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 пошел. Вот представляете, вот сколько на нем томатиков. Это просто чудо. Тоже мне очень понравился. По вкусу они чем-то похожи с малахитовой шкатулкой. Но мне показалось, что ирландский ликер, он более внешне зеленее. То есть, вот видите, он более зеленый, но он уже спелый. Вот. Он полностью спелый, очень мягкий. А малахитовая шкатулка, она все-таки на плодах дает небольшую желтизну и внутри. А вот ирландский ликер разрезаешь, прям он зеленый-зеленый. И очень сладкий, очень вкусный. Я в восхищении. Это сорт у меня... Нет, это не сорт. Это уже гибрид. Это мохитес. Они красные. Довольно-таки крупные, кистевые. Здесь уже томаты собраны. Я в инстаграме показывала. Очень плодовитый. Смотрите, сколько он завязывает. Отличный томат, обычный. Знаете, такой гибрид. Вот смотрите, кисти какие он завязывает. Хорошие. Он плотненький такой. Настоящий такой обычный томатный вкус. Вот его на аджике хорошо. На просто закрутку от сильно плодными. Вкусный. Здесь у меня также это... Не малахит. А, малахитовая. Подписано. Малахитовая шкатулка. Это вот как раз шоколад полосатый. Вот уже он зреет. Смотрите, как у красавиц. Внешний, конечно, он мне покорил. Это семена. Мы поменялись со зрителем. Семенами. Вот она мне прислала их по почте. Вкусные. Прям понравился. А, еще не показала. Здесь у меня сорт. Это сахар розовый. Тоже отличные томаты. Сейчас я поближе покажу. Вот такие у него кисти громедные. Розовые, мясистые. Довольно-таки вкусные. Мне понравился. Я с него буду собирать тоже семена. Вот я не знаю, я сделала. А, вон там у меня, видите, вот. Это все сахар розовый. Там у меня уже висит веревочка. Тоже буду собирать. В общем, вот такие у меня томатики. В теплице у меня сухо. Поливаю сейчас я томаты раз в неделю. Это гуматом калия. Развожу. Значит, наливаю в бочку 200-литровую воды. Добавляю туда гумат калия без добавок. И закидываю туда насос. И со шланга я четко поливаю под корень. Не влево, не вправо. А только вот. Возле стебля полив у меня. Потому что сейчас очень сыро. Боюсь я всяко, чтобы завелась, не дай бог, конечно, фитофторой и так далее. В общем, тысяча болячек сейчас будет. Поэтому я вот не рискую. И все. Больше у меня ухода нет никакого. И единственное, что там механическое окошко открыто всегда. Автоматические окна поднимаются сами. Здесь механическое окно открыто всегда. И дверь в теплицу у меня открыта всегда. Единственное, на ночь или когда идет дождь, я вот чуть-чуть его прикрываю. Так как у меня здесь как-то все закрыто. С одной стороны горошек, с другой стороны горошек. И вот сюда дождь не попадает. Максимум влажно это вот это место. Все остальное у меня сухо. Не закрываю дверь. Это сейчас обязательно. Потому что будет образовываться конденсат. Теплица накапливается. В течение дня небольшое тепло. Если закрыть теплицу, за ночь у вас все потечет. И вода будет вся на томатах, на его листьях. Тоже томаты сегодня буду собирать. Но это не означает, что я их там собираю раз в неделю. Я приезжаю практически сейчас каждый день. И срываю томаты и себе, и своим родственникам. Закрутки я еще особо таких томатных не делала. Вот скоро уже начну. Но в этом году буду побольше томатного сока закрывать. А сельноплодные у меня еще остались с прошлого года. И аджики, конечно, никто не отменял. И сейчас еще покажу это. Ой, баклажаны, мои баклажаны. В общем, что я хочу сказать о баклажанах. Как я довольна баклажанами, которые я заказала. Семена у огородника. Он мне прислал по почте, я купила. Это просто чудо. Вот это, вот они, баклажаны. Смотрите, в каком они шикарном состоянии. Они низкорослые, предназначенные для открытого грунта. Замечательные баклажаны. Я прямо вот хожу и не могу на них нарадоваться. Как вы знаете, кто смотрит мой канал, они были посеяны вовремя. Но они сходили у меня больше двух недель. Поэтому вот запоздало у них плодоношение. Но я уже срываю баклажаны. Вот они, они. Смотрите, какие хорошенькие. Они небольшие, немножко такого бочкообразной формы. Фиолетовые, классические. Лист у него чистенький. Все с ним хорошо. Баклажаны вначале я, конечно, их формировала. Полностью убирала всю листву. Вот, пенечка осталась снизу. Чтобы листья не соприкасались с землей. Убирала здесь в развилке уже плод обязательно. И посынковала вот вначале. Все. Дальше я ими уже не занимаюсь. Они дальше уже растут. Потому что низкорослые баклажаны, я считаю, особо посынковать их не нужно. Потому что они и так низкорослые. И посынкуя их слишком хорошо и усердно, вы лишитесь урожая. Здесь у меня, значит, сорт это сосулька. Если вы помните, вообще-то он должен быть белоплодным. Эти семена я заказала в интернет-магазине. И вот сосулька у меня выросла. Обычный баклажан. В общем, пересорт ужасный. Не понравилась мне эта фирма, этот интернет-магазин. И я там никогда теперь не буду заказывать. Здесь у меня, если видите, вообще полный бедлам. Это у меня завелась то ли землеройка. Это существо, похожее на крысу-мышу. Я не знаю, на крота. Вообще непонятно. Но крот я знаю, как выглядит. Крыса тоже. А здесь, знаете, что-то между. И вот она нарыла вот такие ямы. Вот видите. Вот. Вот такие ходы. Это здесь железочки стоят. Это ловушки. Поставили на этих. Мыш-кротов. Я не знаю, как они называются. И вот они подрывают корни. И вот так выглядит баклажан. Видите? Это все подгрызанные корни. Я его, конечно, сейчас вырву. Это баклажанный сорт. По-моему, Маугли называется. Но у меня где-то здесь все подписано. А, нет. Это называется рух изобилия у меня. Вот такие они высокорослые. Все-таки предназначены не для теплицы, скорее всего. Видите? Они вымахали в росте. Они уже, наверное, метра полтора в высоту. И толку от них вообще очень мало. Вот. Они только-только начали завязываться. Все-таки это, наверное, тепличный вариант. Здесь хуст вообще никакой. Я не знаю, чем-то болеет. Тля уже на него села. Видите? Я его вырву. Он мне такой не нужен. Ну, а эти? А эти растут. Вообще все замечательно. Тоже на днях буду собирать урожай. Вот. Отличные баклажаны. Я уже списалась с этим огородником. Спросила, как он собирает семена. А он их собирал сам. Это домашние семена. И буду с него собирать. Буду в следующем году их только и высаживать. Потому что для открытого грунта ничего больше, по-моему, не подходит. Здесь у меня тоже базилик посажен. И также здесь мульчировала скошенной травой. Видите? Уже после дожди трава растет и растет. Не успеваешь ее очистить, выдергивать. Здесь зреет острый перчик. Вот он. Это маленький такой жгучий-жгучий. Тоже это из моих семян цветет, набирает. Они такие маленькие кустики. Ну, я думаю, что куст вообще-то должен быть вот таким. Ну, не думаю, а знаю. Он должен быть побольше. Но так как вот в этом году дожди и холодно, он в открытом грунте растет. И он в этом году прям поменьше. А это вот тоже сорт Маугли. Он тоже низкорослый. Вот видите? Я здесь пасынки вообще не убирала. Нужно мне здесь прочистить все. Вот один кустик здесь растет. Но выглядит он неплохо. Теплица для баклажана у меня без крыши. То есть огороженная только вот бока. Еще хочу показать огурцы в открытом грунте. Это огурцы тоже домашние. Это огородника. НК-мини называется. Это пчелопыляемый именно сорт. Я его очень хотела, потому что очень вкусный сорт. Его нахваливали. Прям настоящий огурец. Но так как он пчелопыляемый. И у нас каждый день идет дождь. Вот завязи здесь маловато. Вот он цветет пустоцветом. Честно сказать. Сама я не опыляю. Я огурцами не заморачиваюсь в этом плане. Вот растут они и растут. Вот не было бы дождей, конечно, опыление было бы. Вот. Они видите? Только-только начинают завязываться. Огурцы ничем не накрыты. Растут просто-просто вот в открытом грунте. Вот так. Вот уже возле теплицы. Вот. На веревочке я здесь ему сделала. Плетется. Это моя капуста. Это в основном капуста для квашения. У меня здесь посажена. Сейчас пройду. Вот. Ничего я с ней не делаю. Душ ее поливает и поливает. Ничем не обрабатывала. Вообще к ней не подхожу. Некогда. Что-то после дождей начала у меня картошка желтеть. Не знаю почему. Думаю, может на днях ее один какой-нибудь мягкий контейнер выкопать. Посмотреть, что там происходит. Тоже вот, конечно, есть дыры на листах. Но это потому, что я ничем не обрабатываю. Вот. Растет. С теплицы, если вы заметили, я сняла весь укровной материал. 17 номер. Собрала небольшой урожай. Перцы, конечно, это овощная такая красота. Сорт Леси. Выглядит он, конечно, очень эффектно. Дам ему еще полежать несколько дней, чтобы покраснел. И буду его фаршировать. И уже во взоре на сорта я вам расскажу, для каких целей этот сорт лучше всего подходит. Ну, конечно, о других тоже будет рассказано. Немножко томатов собрала. Это так, салаты сделать и просто поесть. Некогда сегодня мне заниматься закрутками. Большая часть томатов, вот, видите, еще там вся красная висит. Я сегодня занимаюсь вот такой красотой. Это грибы белые. Вчера собрали. А сегодня я их буду обрабатывать. И весь этот ящик пущу в сушку. Я все-таки надеюсь и хочу вам этот момент заснять. Ну, снять такое видео. И работаю, и разговариваю. В общем, у меня на сегодня все. Я вам желаю хороших урожаев. Всего самого хорошего. И всем пока.